Василь, мы с тобой последний раз говорили о белорусской редакции «Радио Свобода», о звонке знаменательном Ельцина после распада Советского Союза Джорджу Бужу, президенту США, о работе, о бывших полицаях в редакции. А скажи такую вещь, я вот знаю, что и с другой стороны, то есть советской работали, советские разведчики, в данном случае, если взять только «Радио Свобода», то это я сейчас говорю, клянусь по памяти, по-моему, был такой в Польше Чехович. Анжел Чехович, да. Анжел Чехович, она книжка была просто, и воспоминаний. А ты знаешь, что из Чехии был Минаржик, я почему его помню хорошо, потому что несколько лет назад кто-то его упомянул из моих знакомых в Чехии, из друзей, и дали его телефон. Я хотел взять у него интервью, чтобы спросить, как он теперь живёт. Время-то много прошло с тех пор, как он вернулся, так сказать, ещё в Чехословакии в те времена. У него свой бизнес, и он мне откровенно сказал, что я не могу, потому что боюсь, чтобы его не зажали с бизнесом и так далее, что он хочет, короче говоря, спокойно дожить старость. А теперь про Советский Союз. С советской стороны были тоже какие-то люди, ну вот я помню по памяти, а ты-то, наверное, его даже лично знаешь, был такой Туманов. Который работал, повторяю, со стороны советской разведки на Радио Свобода. Видишь ли, есть две версии того, как он попал на Радио Свобода. Первое, о том, что его готовили с молодых лет, что его завербовали ещё, когда он учился в школе, оканчивал школу в Москве. Кстати, он из семьи потомственных чекистов. Папа занимал какую-то крутую должность в КГБ, и там же его дядя раб служил. Вот, это версия, что он был заброшен специально для проникновения на радиостанцию Свобода. Вначале его отправили на учёбу в Львовское высшее военно-политическое училище. Там он не прошёл конкурса. Вернулся или до того работал в конструкторском бюро то ли Сухого, то ли Микояна Игуревича. Потом был призван на флот. Попал на службу на эсминец, который уходил к берегам Ливии. И вот, когда эсминец бросил якоря у берега Ливии, там было несколько миль до берега, он прыгнул за борт, вернее, спустился вниз по канату ночью и доплыл до берега. Там попал в руки ливийца. Ну, Каддафи мог выдать его, кстати, России по Советскому Союзу тогда. В принципе, Каддафи. Каддафи? Ну да, если он высадился под Ливией. Больше того, я когда работал в окружной газете Бригер, то брал интервью у ливийских моряков, которые проходили стажировку на советских подводках. Нормально. Ну, его привезли к англичанам, в Ливии доставили к англичанам, потом перебросили оттуда в Германию. Если верить его рассказам, перебросили в Германию, там прошел дебрифинг. Он сумел пройти это каким-то образом. Ему частично поверили и пристроили на радио «Свобода». Я так понимаю, что помогли ему в этом и сильно не только американские спецы, но и руководство НТС. Ага. НТС – это, напомню, Народно-Трудовой Союз был тогда. Вторая версия, что никто его не вербовал, а он просто прыгнул с эсминца, чтобы, как говорят, выбрать. Я выбрал свободу. А сколько лет он работал там? Очень долго. Более 20. Ты с ним встречался? Работал рядом, видимо, где-то? Не раз. И встречался, и не раз выпивали. Я очень удивлялся, потому что он не скрывал своих по-советски взглядов. А в комнате его я однажды увидел портрет Сталина на стене. Ну, это стебный момент, может быть. Это стебный момент. Но, тем не менее. Понятно. А, в принципе, советские разведчики работали, получается, не только он, наверное? Конечно, работали. Там отстаивались сотрудники ЦРУ, списанные в утиль, по какой-то причине. Сотрудники Госдепа, бывшие сотрудники американского посольства в Москве. Но они были у себя дома, на американской территории, на радио «Свобода». А советская агентура работала в, так сказать, нелегальных условиях, но чувствовала себя достаточно вольготно. Понятно. Это тебе не секретарша у канцлера Германии. Не секретарша, а секретарь. Да, секретарь. Вилли Братта. Да. Да, это была история. Ну, так себе. Достаточно. Ты вообще, я тебе должен сказать одну вещь, что в годы Холодной войны были три центра мирового шпионажа. Это Мюнхен, Берлин и Вена. Да, поближе к границам с Советским Союзом и его... Да, это была опасная ситуация. Слава Богу, что до войны не дошло, потому что советские войска точно рванули бы до Ла-Манша в ГДР в группе советских войск. По-моему, от 5 до 7 тысяч танков ударных танковых подразделений были вооружены. Т-80, по тем временам мощнейшая машина. Да, не хочу возвращаться к прошлому, но все это, получается, сдали, что подарили, что вывезли. Ну, вот тебе я сделал материал для независимой. Назывался он «Операция «Жираф». Читал, наверное, да? Или как советские офицеры по дешевке распродавали Родину. Я встречался с перебежчиками. Судьба их. Печально. Я встречался с перебежчиками из группы, которые после того, как стали, были офицерами в Советской Армии, да еще в ГДР служили, стали рабочими металлургического завода, делали рельсы, батареи, отопление. В общем, чудная карьера. Мало продали или не успели? Мало продали, говорю или нет? Продали вплоть до бокала пива. Но на жизнь не хватило им, видно, да? Один даже умудрился вытащить с территории Советской воинской части в ГДР новейшую противотанковую ракету, завернутую в ковер, которую он положил в багажник машины. И вывез? Задержали. А, не смог. Ясно. Я точно не знаю, то ли вывез, то ли его задержали. Я думаю, что, скорее всего, вывез. Скажи такую вещь, а, кстати, раз коснулся вопроса. А если с другой стороны посмотреть? Ты упомянул перебежчиков. Но были и солидные перебежчики? Встречался ли ты с ним? Приходилось ли тебе? Или приходили они на Радио Свобода? Ну, тот же Горди... Вот я знаю по Лондону, по Би-Би-Сеть нам приходил Суворов. Резун, да. Приходил Гордиевский. Он выступал по радио. Как раз книжка у него вышла там про историю КГБ. А вот этих ребят, как говорится, покруче. Я встретил Резуна, Суворова. Тоже в коридоре Радио Свобода. Идет такой плотный невысокий мужичок. В гражданском, в цивильном, но с военной выправкой. Я еще по старой доброй советской привычке отдал ему честь. Он понял, военная косточка. Он мне ответил, ты знаешь, в пустой голове не прикладывается. Ну да, это армейская присказка известная. Так мы с ним познакомились. Если помнишь, генерал армии Махмуда Гореева. Да, но это старая история. Это не совсем старая. Он был с делегацией Минобороны на Радио Свобода. Уже по времена вегетарианские. И он меня потряс. Я спросил, товарищ генерал. А чем сейчас занимается Беленко? Который угнал в Японию МИГ. Новый советский. Да, было такое. А он говорит, а кто это такой? Я говорю, ну как же, угнал самолет в Японию. Да. Вы его истините? А, это тот, который на МИГе 17-м улетел. И я понял, что, ё-моё, староват уже, чудит. Генерал, чудит. Ну, это генерал был в Советском Союзе. А ты сказал, что встретил этого. Я вспомнил, как приходил Гордеевский, Олег. Это сотрудник КГБ, бывший, бежавший в Англию. Подковник, президент в Лондоне. Да, он солидную должность занимал. Он в этом смысле полезный товарищ, так сказать, оказался для Запада. Вот он приходил к нам на интервью, когда выступал там. И мне что поразило. Он стеснялся. Мне коллеги сказали, для конспирации. Потому что я не мог понять. У него был парик. Он даже уже... Уже да, уже да. Я сейчас говорю про конец 80-х годов. Парик и бородка. Да. Да. Ну, парик я почему-то запомнил. Бородка не помню. А вот парик точно. Вот. Чтобы этот скотин все равно быть неузнанным. Вот там. Шифровался. Боялись. Хотя, по-моему, им ничего уже не грозило. Времена-то, когда Судоплатовых, так сказать, и уничтожение того же Коновальца. Я поговорю про украинских националистов или Бандеры. Они прошли. Да. Книга... Ты знаешь, книга Судоплатова, конечно, феноменальна. Сильная книга, согласен. Но есть еще более яркое произведение. Это бывший начальник контрразведки Советского посольства в Вашингтоне Черкашина. Черкашина. Почитай ее. Она, возможно... Она у меня на английском, но я ее храню как зенит с ока. Потому что там такие вещи. А я был, когда в Нью-Йорке работал и жил, то как раз в это время перебежал Шевченко. Это представитель Советского Союза в Организации Объединенных Наций. Я знаю, вот книга на полке. У него, да, у него вышла книга. Он с этой книгой, значит, обкатывал и выступал, и рассказывал про ужасы советской жизни и так далее. Вот. Наверное, ему тяжело жилось. Очень тяжело. Очень, очень. Он бедствовал, ты понимаешь, фактически заместитель Громыка. Выездной. Еще. Роскошный пост в ООН. Халянный. Да, да. И обеспечивал шерпотребом всю элиту советскую, включая министра иностранных дел и его семью. На чем он погорел, я не знаю. Ну, была такая мулька о том, что на Западе их ждет еще больше денег и льгот. Да, да, да. Понятно. Слушай, давай маленький вопрос, касающийся актуальной относительно на ближайшее время темы, во всяком случае. Это по поводу Международного Олимпийского комитета и допинга. Как ты считаешь, это правда? У меня такое впечатление, что Запад немножко раздувает всю эту, раздул эту историю. Да нет, мне кажется, что не раздувает. Потому что я где-то считал, что возможности, человеческие возможности спортсмен-атлетов высшего международного класса были исчерпаны еще в середине прошлого столетия. После этого без допа ничего достичь было нельзя. И когда я работал в Риге в газете, то брал интервью у одного серебряного призера Олимпийских игр, по гонкам на велотреке. И я брал интервью у спортивного диспансера. И он мне показал пальцы, мне сказал, Бастя, вот здесь куются наши медали, наши победы. Я спросил, не понял, где им. Ну как бы, в лаборатории. Ясно. Все по-честному. Потому что Запад очень долго закрывал глаза. Подожди, но Запад не надо из себя строить девочку. Они что, такие принципиальные? Давай по принципу, если сам дурак. У них что, нет такого? Ну нет массового. Нет организованного государством. Министерством спорта, например. Я более чем уверен, что Мутко знал. Все вороны на телеграфных столбах знали. Это тоже мне секрет по лишене. Ты помнишь, как круто обошлись Мук с Беном Джонсоном. Феноменальным канадским бегуном на встрече. Пожизненно из спорта ушел. Все. И так очень часто бывает. Конечно, здесь примешивается и антироссийский привкус. Есть у этой истории. Ну если повод есть, так почему не прицепиться? Конечно, но вообще-то спорт отличается политики. Спорта, отделенного от политики, не существует в этом мире. Сегодня уже нет его, да? Спорт – это политика. Это с Гитлера пошло, с 1936 года Олимпиады ты имеешь в виду? Я не думаю. Другое дело, что Гитлер с помощью Олимпийских игр проповедовал верховенство арийской расы, хотя немцы далеко не арийцы. С другой стороны, там ведь шесть медалей завоевал Джесси Олмс, четыре медали Джесси Олмс. В фехтовании еврейка победила. Гитлер отказался пожать руку. Или пожал руку с такой миной на лице. Но нет, допом тогда не занимались. Скажи, пожалуйста, раз ты упомянул Германию, или мы, вернее, в разговоре. А вот ты все-таки живешь очень давно в Мюнхене, в Германии, знаешь эту страну изнутри, и многое о ней. Вот мне попадалась информация, что немецких солдат и военнослужащих во время войны, нацистов, что их снабжали в массовом порядке, особенно летчиков, какими-то таблетками, вот такими вот тоже тонизирующими. Ассоциация первитин. Это правда? Это правда. Потому что у меня наверху живет бывший офицер ВАФНСС. Ему уже 92 года. И он подтвердил, я у него спросил, Зеп, кормили тебя первитином? Да, нам давали первитин. Но самое интересное не в этом, а в том, что я вычитал в интернете где-то, я не знаю, правда или ложь, что советских пилотов кормили первитином, иначе бы не выдержали такую интенсивность полета. По пять по шесть вылетов в сутки. Интернет в этом смысле не источник. Все-таки согласись. Хорошо, хорошо. Ну что ж, будем есть натуральные продукты, натуральную еду, насколько это позволит жизнь. Если заставим себя поверить, что они действительно существуют. Согласен. До связи. Окей, до связи. Пока. Продолжение следует.